Приветствую вас, Елена. Давайте поисследуем ваш текст, который мы написали, и попробуем разобраться с тем, что с вами происходит. Итак, вы пишите, есть много хороших покупателей в моем магазине. Соседи, люблю общаться и пощутить. Вы такой очень общительный, открытый человек. К нам постоянно входит один покупатель, который мне очень симпатичен. Заметила, что он всегда старается встать ко мне, даже если у меня много народу стоит. Как-то нашла его в инете, предложила поближе познакомиться, на что он ответил не стоит. Только не обижаюсь, а правду говорю спеша. Ну, тут на самом деле, на мой взгляд, на первый план выступает тот факт, что вы совершенно не знаете, есть ли у него семья. Хотя это можно увидеть по кольцу. Может быть, если у него нет семьи, у него есть партнер, вот, с которым он, ну, общается. Так что, то, что вы пригласили поближе познакомиться, это одновременно и хорошо, что вы не боитесь проявлять инициативу. Но, в то же время, на мой взгляд, это было сделано несколько, не то, чтобы не корректно, а несколько, знаете, я бы сказал, акцентрированно. То есть, вы, через чур, акцентрировали внимание мужчины на знакомстве. Если бы, вы, к примеру, просто предложили человеку пообщаться, да, если бы вы просто написали бы что-то человеку, просто предложили бы, например, какую-то тему для обсуждения, к примеру, то это было бы одно, это был бы один момент. А так, вы, по сути, просто предложили человеку пообщаться, да, в этом, ну, не очень отдавая себе отсчет в том, что вообще, например, между вами может быть общего, да, я им, ну, и есть ли что-то такое, есть ли что-то между вами общее вообще. Вот. Понимаете? Вот. То есть, я, я ситуацию вижу вот такой. Мне ситуации видится именно такой. То есть, вы молодец, вы большая молодец, что решили проявить инициативу и нашли его в интернете и познакомились с ним. Вы молодец, но общение лучше заводить всё же предметно, именно предметно. То есть, вот именно, чтобы у, ну, чтобы у общения, да, был некий предмет, чтобы был некий такой фундамент. Вот. Потому что, пока что, ну, я вот ничего такого не увидел у вас по сути дела. Вот именно, если мы говорим о том, как вы выстраиваете общение с человеком, который вам, ну, интересен. Дальше. Вроде он знает, что нравится мне, это выдаёт волнение в моём голосе. Ну, опять же, это не совсем, это не совсем так, потому что, понимаете, волнение в вашем голосе для мужчины может означать всё, что угодно. Волнение в вашем голосе для мужчины может значить что угодно. Волнение в вашем голосе для человека может означать просто волнение. То есть, это совершенно необязательно для человека, что вы волнуетесь из-за него. То, что вы знаете, что вы волнуетесь из-за него, ну, это ничего не значит для него, опять же. Вот. Кроме того, здесь имеет место быть идеализация у вас, мужчины, потому что, потому что я так понял, вы его не знаете. Совершенно. Человека, я имею ввиду. Как человека. Вы его не знаете. И... то, что он вам понравился, вполне может быть импринтом. Вот. То есть, вот, чем-то приглянулся вам его образ, его внешность, ну, его внешность, чем-то приглянулся вам. И вы решили, что он вам нравится. То есть, опять же, да, это неплохо, но я бы вот поиследовал бы природу вашей симпатии с нему. То, что вы чувствуете и почему волнение. И... То есть, опять же, волнение говорит о сверхмотивации. Волнение говорит, волнение говорит о чрезмерной значимости для вас, человека. А это, в общем, в общем-то, нехорошо. Ну, для отношений. Для отношений это... Совсем нехорошо. Дальше. Написалось, что не стоит больше знакомиться, но все равно старается всегда встать именно ко мне. Почему так? Смогу понять его поведение. А зачем вам понимать его поведение? Или... Для чего вы хотите понять его поведение? Вы... Вы... Как и написала моя коллега Мария Брабасова, вы можете... Впрочем, нравится ему, как... Кассир. То, что вы воспринимаете его ассентацию к вам, как кассиру, на свою личность, это уже ваше ответственность. Конечно, хотелось бы с ним ближе познакомиться, но навязываться не хочется. Ну, а что есть навязывание, Елена? Вот... Что... Что такое навязывание? Что это... Что это такое? Как отличить... Как отличить навязывание, да, от... Актив... Ну, от активности. Как отличить навязывание от... Вашей активности. К примеру. Вашей... Естественной активности. Это... Вот именно то... То, когда вы... А... Используете... А... А... Свою активность для того, чтобы... А... Чем-то... Поделиться... С... Человеком. Вот. И... Соответственно, хочется вас... Спросить, да. А вы... Вот... Когда... Общались с ним. Точнее, когда вот вы писали ему. Вы... Ставили... Эм... Своей... Эм... Целью, именно... Чем-то... Поделиться с ним. Поделиться с ним. Ну... Поделиться с ним. Или... Это... Ну... Просто было желание... Познакомиться. То есть, грубо говоря, как... Как... Эм... Какая цель? Чем вам интересен человек? Вот, чтобы не... Чтобы не навязываться, вам нужно определить, чем вам интересен человек. И, исходя из этого, уже... Выстраивать... Эм... Свою стратегию... Поведения... С ним. Эм... Эм... Обратите внимание на то, что вы пытаетесь понять его поведение, но не свое. Обратите внимание на то, что вы пытаетесь понять его в точку зрения. Его... Но не себя. А разобраться вам нужно именно в себе. Потому что вы не знаете его жизнь. Вы не знаете... Эм... Эм... Свободен он или нет. Но... Эм... Эм... Ваша симпатия, вполне может быть следствием... Некоторых... Эм... Эм... То... С этим... Конечно, нужно работать. Безусловно. Чтобы вы были более свободны в проявлении своих эмоций, своих чувств. Вот. Ну и... Эм... 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 Вот этот страх быть навязчивым. Это... Возможно, стыд. Стыд всегда идет из детства. Вот. К сожалению. Такая вот история. Эм... 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 Я надеюсь, что это было полезно для вас. Эм... Эм... Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. За... Его оценку в качестве лучшего. А я вам... Эм... 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 Желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Всего вам доброго.